Шариф Группа Возвращение Во главе с Сергеем Когунниковым Здрасте Сергей Здравствуйте И Второй глава Это Никита Алешин Здравствуйте Они пришли сыграть нам Свои мужественные баллады Суровые Мужские Что и требуется нам Такой Знаменательный день Как известно Сегодня день Военно-морских сил И Военно-морского флота В связи с этим Поздравляем всех мужчин И некоторых женщин День защитников Отечества Ну что Алексей Который за культом У нас готово Для муфицирования Не, минуточку еще поговорите Передаем слово Андрею Затемателю И родоначальнику передачи ПЛЭД Который ее задумал Но он забыл явиться На первый выпуск Здравствуйте дорогие Интернет-радиослушатели Меня зовут Андрей Уже Дмитрий сказал Что у нас в гостях Группа Возвращения Вот я хотел бы задать вопрос А вы откуда приехали к нам? Или вы из Москвы? На чем? Да, и на чем к нам добрались? На самом деле Сегодня у нас в гостях Не целиком группа Возвращения А акустический дуэт Сергея Ганонникова Никиты Алешина То есть вот как-то Программа песен Которая исполняет Возвращение Это несколько другой материал Во-первых Во-вторых Что на самом деле Надо было сказать Во-первых Всех действительно с праздником Поскольку праздник хороший Защитники Отечества Настоящие мужчины Поэтому Мы всех сердечно поздравляем Сама группа Возвращения Как бы я в лице ее лидера Базируется в городе Железнодорожный Никита у нас москвич Но он играет с нами постоянно Как бы Мы буквально там Около года назад познакомились И затели вот такой Акустический дуэт совместный Который вот до сих пор Существует И Каким-то образом Мы умудряемся Играть концерты То есть он параллельно существует Он параллельно существует Да И абсолютно В группе Возвращения И поэтому Ну Это все очень близко По духу Поскольку как бы Автор один А он существует как дуэт Или еще там Нет Существует исключительно как дуэт Исключительно Да Понятно А вот Твой коллега У него Очень знакомое лицо У меня есть подозрение Что он где еще где-то играет В каких-то проектов Нет или я ошибаюсь Подозрительное лицо Да Давайте коллега сам засуществует Да Коллега действительно подозрительный После вот Особенно Недавнего похода в сауну Стал более еще подозрительный Особенно внешний вид Вот Но это не главное А так да У меня есть еще несколько Коллективов Один из которых Это Пончо Панамас Может быть кому-то знакомо Такое название Да знаем Вот Ну и есть еще там Пара-тройка групп Где Играя на вас гитаре Вот А с Сергеем Мы Все это придумали в акустике И в общем Делаем это все На акустических гитарах Замечательно Ну Алексей Лебур Ну давайте мочить рок уже Давайте И мужественную просьбу о песне Провинцию моря Играя на вас Мне не дождаться ветра на берегу Не наполнить пару своим упрямством Я напишу желание на снегу А потом раскаюсь в непостоянстве Стая случайных образов Меня кружит метелью Давит на сердце грустью Ветхий старик у моря Поймает счастье В дырявый нелад И не отпустит Стерта память броньем Липнут тайны к рукам Я иду на подъем Горло тянет Кто здесь горцует танго на лошадях По паркетным залам Ликует эхо Кто этот кабальера Что держит страх у себя В прислуге На случай лихо Черный рояль В печали его маэстро Ушел в запой Не закончил гамму Селая вид послушного седоку Его конь копытами Вырвал яму Где-то порвана цепь Выброшена звена Непослушная цель Удирает в окон Что здесь удалось? Удача значит Для тех, кто ловит Мышей капканами На медведя Мальчику иметь же Мальчик Здесь город Нальчик Откуда в Нальчике К черту лебедя Ты посиди в сторонке Чини свой примус Коли нету Вот тебе примус Более чем помочь тебе Я не знаю Такой вот здешний Колор и привкус Ветки клонятся вниз Тропка тянется вбок На пути в Парадис Или в темный астерок Браво! Напоминаем в гостях У живого радио Группа Возвращение Одну минутку Сергей Тексты ты пишешь Да? Да, тексты пишу Я Целая поэма получается Аранжировки делаем Мы с Никитой вдвоем Вот у нас такой Полноценный Творческий дуэт Можно сказать Музыкальный Ну так Достаточно серьезный Вообще подход Очень длинный Я так понимаю Все песни Такие не короткие Да? Ну почему же Есть какие-то Форматные вещи Что называется Ну а что значит форматные Почему сегодня Слушаем форматные вещи Ну и форматные вещи Я имею в виду По длине Что касается всего остального Творчества Оно в формат не влезает Просто есть какие-то критерии Там у радиостанции У некоторых Не особо Не особо Там Да Воспринимаемых нами Как от того Носили какие-нибудь записи Там на радиостанции Да У нас кое-что звучало Там на культуре На Эхо Москвы На Серебряном дожде Там Авторадио Нижегородской области У нас в ротации Альбом был Который вместе Дистрибутировал Ария Рекорд Создала Верху По течению альбом В свое время Поэтому Как-то у нас Получается Иногда сотрудничать И с радио И с некоторыми телевидениями Телевизионными каналами Региональными Правда пока Вот Особенно ТРК Электрон Сейчас нас поддерживает Очень сильно Мы завершаем уже работу Над акустическим альбомом Идет сведение Это будет альбом Который называется На излете Вот все вещи Которые вы сегодня слышите Это будут песни С этого альбома А что такое ТРК Электрон? Это телерадиокомпания Электрон Которая базируется В городе Железнодорожный Они вещают На Балашихинский район Непосредственно То есть Это Ну 150 тысячный город Соответственно Еще Балашиха Плюс Ну Жители этих городов Смогут вас Почаще слышать? Конечно Они и так нас почаще Слышат Уже у нас там Чуть ли не каждую неделю Какие-то эфиры происходят Там песни крутятся А в местных клубах Вы играете? В Железнодорожном В местных клубах Как таковых нет Там Мы сами делали Различные фестивали Скажем так Фестивальные концерты До Сольных пока Дело не дошло Потому что народ Наш предпочитает Ездить в Москву На концерт Вот сейчас Как бы При поддержке Там друзей наших Клуб независимости В городе Мы сделали Очень достойный Такой фестиваль Который прошел Там был концерт Вауреатов Московского областного Фестиваля Пророк Поставили 8 киловатт Аппарата немецкого Одинаккорда То есть Нас работали Очень хорошие звукооператоры Никисно Вот И поэтому 600 местный зал Был То есть Очень хорошо Поддержка пресса Телевидения Все прошло Очень успешно То есть Не так все плохо Как кажется Кто говорит О том Что все плохо Ну Говорят музыканты Обычно Которые играют Вот такую музыку Похожую Да То есть Ну Именно Какие-то акустические Какие-нибудь Ну русско-роковые Направности Некоммерческие Ну плачет музыканты Что некуда там Мы не слезливые У нас день защитника Отечества Сегодня все-таки Мужчины не плачут Нет И главное Сейчас нас слушают На бортах Самолетов Вертолетов Ракетоносцев И возможно Даже Военно-космических сил И провода Такие тянутся За самолетами Нет Это беспроводная связь Это уже Алексей В нашей армии Используется К твоему сведению Я в штанском Не разглашая Военную тайну Дмитрий Ну что Так держать Так держать Вот я смотрю Военные энциклопедии А военные песни Что пишут Ведь Вы поете песни Подходят ли ваши песни Для поддержания духа Пишут Что военная песня С незапамятных времен Является неизменным Атрибутом армейской жизни Она имеет Исторически сложившиеся жанры Наиболее распространен жанр Походно-строевой песни Наряду с ним Существует Геройка Эпический Лирический Сатирический И так далее Жанры Мне кажется Что группа Возвращения В одном из этих стилей Одному из этих стилей Соответствует И Вполне Может быть пригодна Для использования В военных частях Их музыка Да я поспорю На самом деле Она будет использована По другому В военных частях Я надеюсь Потому что пора эти терять И поломать Поскольку Музыка Которая Нужна Действительно Людям Она должна В них Что-то Вообще Поднимать Внутри И Любому человеку Нужно знать Что он имеет Опору Какую-то В лице своих близких Как бы У него есть Жены Мамы Папы Вот это его близкие Вот это его родина И в общем-то Вот это он должен защищать В общем-то Мне немножко повезло Как бы У меня был ротный Подполковник Морошан Боевой офицер Он воевал в Египте Вот поэтому Он кое-что там Смог до нас донести Из своего мировоззрения Я его целиком Полностью разделяю Вот поэтому И музыка Она Любая музыка Которая содержит Содержит в себе Что-то духовное Она будет востребована Любыми людьми Будто они в погонах Будто они не в погонах Скажем так Давайте послушаем Что-нибудь еще В феврале До твоей глухомани Семберский селяй Мой личный синоптик Похоже шалеет Пробираюсь к тебе Словно вор В заповедную зону И не громко дыша Кто-то сзади спешит Может тень Может враг Что все время молчит Я, наверное, дурак Что терплю его Рядом с собой Я забросил работу На пыльный чердак Я оставил записку Идите все к черту И капризный февраль Мой морозит клап Что сжимает курчатки Последний пятак Греет душу в кармане Пальто Карта между городки И на время Укрывшись В гремящем тепле Тамбурок Ожидаю с тревогой Сюрприза Распахнутые двери А там снаружи Лед Ветер в морду бьет Градом заклюет Как стая ворон На платформе снег Без любви километр Номер из нескольких цифр Перейти на бег Скрыться под навес Расписание шибр Сблошных отмен Эхом перемен Крохотит цистерн Грузовой мимо Прямо по тропе Мимо двух домов Вот колодец журавлем Загляну туда Может блестит вода Может кто прячется в нем Я не знаю кто он Каков собой Знаю что выдуманный Ах хорошо стоять Свечкой догорать В полночь глотать Из ветра Отражение луны А с утра к тебе Наплевав на все Суну взятку совести До подъезда Вскачь наглого постучать Хоть и рано в гости Только ты не бойся Все хорошо Пусть твоя голова не болит Через много лет Мой душепрекасчик на ныне Все тебе объяснит Открываешь дверь А за дверью снег А вот ребят Пацифик вообще я понял Не важно Как вы относитесь К другим всяким людям Которые пацифистами себя Допустим считают Люди Отношение к людям Складывается не из того Что они пацифисты Там я не знаю Негры, чеченцы Или евреи Или они там любят Какую-то музыку Или они там ходят Строим шагом Отношение к людям Складывается из того Какой-то есть человек Какие у него душевные Моральные качества В первую очередь Поэтому Я могу воспринять Любое вовлечение Там Если То или иное течение Там такое Как например фашизм Вот то что Например я лично ненавижу Вот Я могу понять Любое вовлечение И рэпом И рэйвом И хип-хопом И роком И хэви-металом Все зависит от того Какой человек внутри Справедливо Замечательно Сергей Канонников И группа Возвращение Показывают не только Высокий Уровень своих песен Но и Морально Устойчивый Характер Парни а клипы Собираете снимать? А клип уже Триллерные такие песни Клип уже снят На песню Возвращение В инструментале Это планета Фильм Режиссер Валерий Мызников При поддержке ТРК Электрон Он в ротации На О2ТВ А в интернете Не лежит? Лежит Есть ссылочка С нашего официального сайта Он 40 мегабайт Он весит Возвращение.ру Любой поисковик Его ищет Как бы спокойно Группа возвращения Набирается Вам надо его сжать Поменьше сделать Дело в том Что клип снят Как бы это минифильм Такой То есть актер Он большой по времени Да Во-первых Он большой по времени Во-вторых Там актерская игра В-третьих Там 7 съемочных дней Полных То есть Очень разные планы От полей Каких-то В природе До Тверской улицы Там сцена Съема проституток Буквально В общем Вот так вот Все На Тверской Это проституток Нет уже Ну Актрисы сыграли Это дело Вот То есть То есть Не настоящие Это все Игра актеров Да И сколько Этот фильм длится? Это я не помню Где-то около 5 минут Ну Этот фильм Можно В солдатских частях На бортах Авианосцев Можно Можно Отлично Ну что же На бортах Авианосцев В первую очередь Наверное У нас сегодня Как с казармы У нас вещает У нас кстати Водочка Тут стоит Закуски всякие Поэтому Мы-то на работе А музыкант у нас В гостях Поэтому Ну для этого Будет специальный перерыв А будет у нас Технический перерыв Пауза такая Это не просто Фамильярная водочка Это напиток Которым Нужно отметить праздник Поболькать в микрофон Следующая песня Наверное Давайте так Она посвящается Всем русским людям Которые живут в Севастополе Вот Которых У меня там есть Очень много Хороших знакомых Которых я люблю И ценю Песня называется Москва-Севастополь Сорвалась дворняга И сбежала вслед за луной И под неярким бликом Далой воды И далекий крик Торогию Догонять последний конвой Уходящий в ночь Полярной звезды Отыскав надежный приют Покидаешь, не сохранив Оставляя четкий след на песке Аккуратно тело зашиют И сдадут в надежный архив Все отметят, чем был занят и с кем Пляшут воронами на провадах Ноты несыгранных пьес Искры росы на сосновых стволах Радуга на перевес В мягких ветвях ладонях Капли дождя уронит Синее облако с юга Синее облако с юга Размышления под колпаком Созерцания горьких плодов Был разбег неплохо Объявлен фальш-старт Шепоток за ближним углом Снисхождение скользкий покров И шальной надеждой Бронь на плацкарт Через хрип торжественных труб За пределы великой стены Погасив досрочно Все векселя За теплом просоленных губ К морю бывшей моей страны Тем, кто ждет на берегу корабля Кто-то желал мне добра на ветру Все разнесло по полям Те, кто хотел быть поближе к огню Ходят теперь по углям Пляшут воронами на проводах Ноты несыгранных пьес Искры росы на сосновых скволах Радуга перевес Радуга перевес В мягких ветвях в ладонях Капли дождя уронит Синее облако с юга 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 Браво! Группа Возвращение Продолжает свой праздничный концерт В эфире Живого радио Тебя хотел спросить А какие любимые поэты у тебя, Сергей? Марика откуда черпаешь, да? Ну, если брать с детства Это Высоцкий, Башвачев Бродский, наверное Марина Цветаева А никогда не пел песни на чужие стихи? Пел песни своих друзей, скажем так Которые все тоже достаточно профессионально занимаются музыкой Надо сказать То есть пел в дом дома? Из современных моих поэтов Любимые это Алексей Красавин Александр Фулагунов Алексей Вдовин Павел Фахардинов Юлия Тиунникова Вот эти люди все однозначно Меня симпатизируют И на концертах ты тоже исполняешь Нет, на концертах на их стихи я не пою У них достаточно своих концертов, слава богу Ну это действительно Ты считаешь достойные поэты Которые Так и хочется сказать Достойные игроки для наших Нет, ну просто ничего лучше Ничего лучшее я не слышал Уж извините, ребята Ну я в общем-то согласен Кстати, можно пустить небольшую рекламу Сейчас в эти дни проходит фестиваль Дашти Которые являются историческим союзником живого радио Группа Возвращения уже выступила там, да? Да, вот этим дуэтом буквально Вчера мы выступали в Центральном доме работников искусств в клубе Артерия И еще два концерта осталось Три, а сегодня у меня На сайте вы все найдете А как с городами? Часто выступаете на фестивалях, опен-эйрах В других регионах, городах и в клубах? Ну по области выступаем Вот в Звенигород нас приглашали гостями фестиваля Пророк мы ездили Вот, как-то ездили в Питер, в Иваново ездили выступать Ну как-то Вот последний год какие-то дальние поездки Не срастаются А вообще были, да, дальние какие-то? То есть опен-эйры летние какие-нибудь? Опен-эйры у нас, ну, в своем городе были стадионные концерты Как бы Так, постоянно, конечно, нет Долго вели переговоры с Тамбовым Что-то они куда-то пропали Ну как обычно Давайте послушаем еще что-нибудь А еще небольшое замечание Ну хорошо, давай, небольшое замечание Если человек, который слушает нас в интернете Захочет задать вопрос, то есть чат на сайте Поищите LiveRadio.ru Слэш чат Можете задать вопрос, мы его спросим И Небольшое Замечание Опять же, энциклопедия Военная Советская Говорит о том, что в песнях Традиционно используются такие инструменты Как рок, труба, свирель, жалейка Набат Мне кажется, в песнях Сергея и группа Возвращения Такие инструменты тоже бы не помешали Вы не планировали Наверное, это вопрос больше к Никите Потому что он у нас в оркестре народных инструментов еще играет Никит, а гитару не меняешь пока на концертах? В дуэте Гитару на что? Ну, на какой-то, не знаю На бак На свирель Но пока не приходилось Но, кстати говоря, интересная идея Я думаю, что над ней стоит поработать По-моему, флейта нормально была Флейта, да Что с ней делать, только возникает вопрос А так, в принципе, поменять можно Но у вас такое просторное звучание Так и слышатся какие-то такие дикие инструменты Нет, но вообще у нас была идея как-то пригласить человека, моего друга Который играет на таблах Он занимается с учителем, занимается профессионально А вот у нас была такая идея И, может быть, она вполне воплотится как-нибудь в жизни Прям слышится, как будто, может, какая-нибудь скрипочка еще там где-нибудь Вы альбом писали именно в две гитары? В две гитары С достаточно жестким звуком таким То есть все живьем практически Без перкуссии, без шейкера Без перкуссии, без шейкера, без ничего Ну, у вас, кажется, они самодостаточны вообще А первый альбом был такой хард-роковый Ну, так это был инструментал Сейчас более того, мы готовимся к записи следующего инструментального альбома Который будет называться «Небо в прорехах» Материал уже сделан весь То есть мы ищем студию на данном этапе Нет, он был не инструментал, а с вокалом Все песни Нет, ну, естественно, я имею в виду электрический альбом Решение было такое хард-роковое, довольно аскетичное Тяжелое, но без всяких идей Я сказал, что аскетичное То есть я думаю, что состав из пяти музыкантов более чем Ну, без жилейки и горна Обошлись Ну, как-нибудь Ну, ждем в следующих альбомах Таблу хотя бы Или таблой Хотя бы ансамбль Александрова Да, ну мы переговорим, наверное, с каким-нибудь ансамблем национальным Русских народных инструментов Может быть, они сыграют у нас на подпевках Ну, ждем следующей песни Наконец-то заулыбался Сергей Да, собственно, да Музыка народная, американская Слава мои Мой друг характером не вышел В подпевал и полководцам времен Все равно не помню Давай другую А, ну давай Только помедленнее, а то у меня мозг не успеет работать Мой друг характером не вышел В подпевал и полководцам времен Он потерялся в поколениях И не зная слишком многих времен Он положил десяток лет На продвижение культуры вперед Он знает то, что сдохнет раньше Ну, а тело никогда не умрет Он позабыл, что значит жить Он в своем доме, как солдат на войне Он был художником, теперь слепой предаток Своей мудрой жене Она желает видеть в нем очередной источник всяческих благ Он глушит пиво каждый вечер От того, что его любят так Гори, гори, ясно Видишь, это просто все Как на ладони черно-белый свет Гори, гори, ясно Что бы ни погасло Бог тебя не выдаст Бог тебя не выдаст А свинья не съест Ты растопись твой керогаз Раскачи, горь, пополни, жми до конца Дави на кнопки, режь болванки Дергай струны, похоряй небеса Ты выводи свой трондулет Надевай на кинтош Теперь нас просто не возьмешь За здорово живешь Руби свой старый рок-н-ролл А я уже почти допел до конца Гори, гори, ясно Видишь, это просто все Как на ладони черно-белый свет Гори, гори, ясно Что бы ни погасло Бог тебя не выдаст Гори, гори, ясно Видишь, это просто все Как на ладони черно-белый свет Гори, гори, ясно Что бы ни погасло Бог тебя не выдаст Гори, гори, ясно Видишь, это просто Гори, гори, ясно Что бы ни погасло Замечательная песня. — Различается публика, скажем, питерская, московская, подмосковная, зеленоградская? — Ну, естественно. Подмосковная публика, она более чумовая. То есть они отрываются, прыгают у сцены. Московская публика на концертах возвращения, как правило, сидит, внимательно слушает. Но это тоже приятно. Даже более приятно. — А питерцы? — В Питере там был один концерт, мне трудно судить, на самом деле. Там народу было-то немного, наверное, человек 60. — Вот еще у каждой группы есть какой-то круг знакомых музыкантов, можно сказать, какая-то тусовка музыкальная. Но если группа выступает на концерте, то если солянка, так называемый, фестиваль, то вот какие-нибудь знакомые группы вместе с ней выступают. У вас есть такие коллективы? — Да, «Недр», «Беловодия» в первую очередь. — То есть московские коллективы? — Чехов и Москва, да. — То есть подмосковные. А питерские коллективы какие-то знакомые есть? — Ну, как-то не сложилось. Ну да, тут тяжело людям ездить туда-обратно. — А, ну, не знакомы вы с Радой Терновником, Умка Брониничевым? — Ну, с Радой Терновником мы как-то даже сотрудничали. Вот я делал фестиваль… — Как вы так угадывали прямо потихоньку? — Фестиваль, кстати, который назывался «Живое слово, живая музыка», как я делал в ДКМИ в прошлом году, в феврале, кстати, по-моему. Вот там играл и Рада Терновник, Сергей Калугин, Сергей Проведников. В общем-то, планировали ему желанное, но оно тогда как раз попало на момент, когда «Фарландерс» распались. Поэтому не сложилось. А так хороший получился концерт, на мой взгляд. — И у вас есть совместный какой-то проект? — Нет, нет, нет. Это, пожалуй, было как-то единственное. Как-то хотел, конечно, выступать в этой серии концертов акустических, но как-то тоже не получило это продолжение. Просто я устал заниматься организацией подобного движения уже. У меня перестало время хватать. Только творчество и всё. — А в Индии не были? — Нет. Позовут — поедем. — Понятно. — А почему в Индии Сергей Андреевич? — Они знают. Так просто. — Может быть, потому что Сергей длинные волосы, как у Махатма Ганди? — Нет, ни в коем случае. Ну, просто нет. Ну, как-то я знаю, что музыканты, наверное, общие, знакомые какие-то. — Борис Гребенщиков. — Ну, а почему бы и нет? Ну, Индия тянет, Тибет. Всё-таки там облегчить душу, тишину послушать и так далее. — Ну, пока мы ещё не всю страну объездили. Нам здесь интересно, много на что посмотреть. — Тут хорошо, это хорошо радует. — А есть какие-то перспективы? — За рубеж подождёт. — Перспективы зовут в другие города? — Ну, понимаешь, Дим, какая ситуация. Когда будет новый альбом, где-то он там выстрелит, тогда будем рассуждать на эти темы. Кто там позовёт, кто нет. Просто это уже речь идёт... Вот мне Сергей Маврин рассказывал буквально там полгода назад, мы с ним когда беседовали, то, что есть сейчас три условия такие для того, чтобы люди ездили по гастролям. Это публикации в журнале КУ, как ни странно, клип на МТВ и ротация на нашем радио. Если хотя бы одно из этих условий не работает, группа по гастролям не ездит. — Не, ну, ездит, а вот, например, ротация на О2 не даёт сейчас никаких? Она же по стране вообще О2 сейчас на... — Ну, О2 настолько молодой проект всё-таки по сравнению со всеми остальными. Мне ещё пока сложно судить. — Не, я знаю, что О2 во многих городах, причём очень активно молодёжь смотрит и даже там звонят, спрашивают, где там какие-то... — Не, ну, пока вот я не вижу какого-то результата. — А давно клип в ротации? — Ну, где-то, наверное, месяца полтора. — А, ну это мало ещё. — А, ну это мало ещё. — Или два. — Вообще должны быть какие-то вообще позывы. А на другие кабельные не носили пока ещё, на спутниковые каналы? — Да, в общем-то, не пробовали, пока не занимались этим делом. — Мне кажется, всё-таки сейчас это должно как-то приносить... — Не, мы сейчас как-то вот больше творчеством занимаемся, поскольку оно пошло, процесса нельзя останавливаться. — Администратора у вас нет? — Есть у нас как бы директор Илья Лисовский, как бы порталом кладзвёзд занимается, но вот как-то у него тоже пока времени мало всем этим заниматься. — Но творчество же это самое главное? — Ну, в общем, да, пока у нас другие цели, то есть мы не хотим размениваться на клубные концерты в больших количествах, то есть хотя они будут там и в ближайшее время, мы это ещё анонсируем каким-то образом, но хотелось бы, конечно, выйти на новый уровень какой-то именно по работе профессиональной. — А вы только музыкой занимаетесь или вы ещё работаете? — Никита занимается только музыкой, барабанщик наш Ярослав Андреев занимается только музыкой, у остальных есть какие-то работы ещё. — То есть параллельные, но работы, не связанные с музыкой? — Как у нас вот в стране всегда так? — Ну, у нас даже депутаты какие-то говорят о том, что если музыкант параллельно не работает на кране, или писатель, или автор, вот недавно смотрел «Культурную революцию», меня это убило просто. То это даже не гражданин страны. — Более вчера убило высказывание Градского, не скажу его в эфире, потому что оно стрёмное. — Ну, олимпийцы у нас тоже, которые сейчас выступают, они тоже все работают, где-то учатся, то есть всё в порядке. — Да не будем о грустном, давайте песню послушаем ещё. — Давай на излёте. — Давай. Давай. На излёте. — Спасибо. — Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это Живое радио. У нас в гостях группа «Возвращение». Сергей, я так понимаю, ты женат? Да. Дети есть? Да, дочка. Полтора года. Отлично. А как вообще относится жена к творчеству? Мы с ней на концерте познакомились. С женой? На собственном концерте? Понятно. А дочка уже взрослая? Полтора года. То есть, кассетки ставишь ей? Да, она у меня уже на этой гитаре играет иногда так. Подходит, подходит. Поколение растет. А какие-нибудь увлечения помимо музыки? Хобби? Какие-нибудь? Интересно. Ну, как хобби. Не знаю. Живу, люблю, читаю, смотрю, слушаю. Сама жизнь интересна. Да, конечно. И все в песнях это отражено, надо заметить. Да. Глупый вопрос. Признаю его. И умные песни. Ну, ладно, не надо. Я думаю, что военнослужащие, которые слушают эту песню, вспомнят о доме, родных, и будут служить еще лучше на борту своих крейсеров, авианосцев. И подводных водок. Следующая песня о чем? Папсы. Да, давай, Папсы. На любви, наверное. Безответной. К родине. Она называется Папса, нет, она в ми. Вот так вот. А я бы спел тебе, если бы ты смогла подыграть. А я бы спел тебе, а потом потащил на кровать. Но этот сценарий слишком читаем. В твоих глазах, как у голодного пса, это попса. А ты решаешь задачи, запутанные, как кросс-монд. Среди своих ты тянешь на гения, а я идиот. И ты знаешь, кто с кем, почему и когда, у какого козла, какая коза, но со мной на камень нашла коса эта попса. Играет музыка. 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 Сменились мажора стоны, я чувствую казённые граммофоны. Их лучший оратор считает с листа, мы знаем это повсад. Вот так вот. Круто. Нет слов. Rock'n'roll. Очередная, серьёзная песня. Но я бы не сказал, что она очередная, она немножко выбивается, по-моему, из-за биртуара. Я только хотел спросить, если песни ироничные у вас, без моего вопроса сразу. Но эта песня как гвоздём прибивает наши пороки к стенке. Будем надеяться, что они там и останутся. То есть тут уже не пошутишь. Поэтому я и говорю, что песни должны поднимать боевой дух. Это я, кажется, зарапортовался. Прошу Андрея продолжить беседу. Ну вот вы сюда пришли с японскими инструментами. Это как-то вообще связано с чем-нибудь? С самураями там какими-нибудь? Нет, вы знаете, это связано, наверное, исключительно с тем, что хороший инструмент. То есть отечественные инструменты не пробовали? Ну, в детстве всякое случалось, знаете. По-взрослому нет, да? По-взрослому, к сожалению. По-взрослому нет, я рад там, конечно, порадовать за отечественного производителя, но... То есть не научились еще делать? Ну да, но будем объективными и все-таки... Нет, это не реклама фирмы Ibanez. Ibanez, Yamaha, да. Это график Катану, наверное, запрятан, скорее всего. Рок-н-ролл все-таки раньше начали играть в Японии, поэтому наша страна должна еще их догнать. Мы используем оружие массового поражения, это музыка, поэтому, я думаю, мы победим в любом смысле. Здесь все, каждое оружие, в общем-то, без разницы, каким оружием можно достигать, японским или отечественным. Ага, Сергей, а вот... Японским пока легче доходит обычно, дослушать. Сергей, продолжая тему влияний, хочется спросить, а каких композиторов ты слушал, на чем, считаешь, основывается твое творчество? Великих отечественных рок-н-ролльных композиторов. Ну, не только отечественных, а западных в том числе. И западных, да, естественно. Из отечественных, это там господа Шевчук, Ревякина, Кинчев и прочая плеяда, вот все вот это замечательное. Но влияние Калинов мост чувствуется? Ну, нет, я бы не сказал. Ну, в манере чуть-чуть, чуть-чуть, 2% из 100. Ребят, кто-то говорит, что мы больше похожи на Сплин, кто-то говорит, что мы больше похожи на Короля и Шута. Не, ну, каждая группа на кого-то чуть-чуть похожа. Вот, и я страшно рад, что мы на всех них похожи. Тем не менее, мы делаем то, что мы делаем сами. В этом ваша индивидуальность на самом деле. Да, вот поэтому, ребят, ну... Ну, где-то в основе что-то было, и поэтому человек... А из западных, из западных какие-нибудь коллективы, ансамбли, группы? Ну, какие? Композиторы. Дэдли Роуд, Билли Шихин, СТВ, Айдин, экстронолог. Ну, это музыканты. Да, да, да. А композиторы? Ну, я не знаю, акустика, лучшими там, я не знаю, всякие. То есть, все-таки больше инструментальных западных? Ну, да, 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 да. Ну, вот как-то... Не, ну, Дорс, там, Битлз, это, понятно, первоисточники все. Вот мы на этом росли. Никита тоже, наверное, Битлов очень любит. Не дам соврать. Ну, это у Никиты проще спросить, кстати. Никита, а ты Билли Шихина тоже, наверное, поклонник, да? Билли Гала? Ну, в последнее время, да. Какое-то время назад это был Seattle Grunge, там, лет пять назад, когда создавалась очередная рок-н-ролльная группа, там, в каком-то очередном Доме культуры. Вот, это был Seattle Grunge, то есть, Тонтон Бл Пайлов, Сперл Джем, Элис Ничейнс. Ну, это в качестве басиста. В качестве басиста, да. Вот, практически вот этот опыт акустической игры, это, наверное, второй был опыт в моей жизни. А так, в общем, это все было на бас-гитаре. Практически, чуть ли не с малолетства, наверное, бас-гитара меня преследует. Ну, в данном случае, это акустика. У него в детстве погремушка особой формы лежала в кровати. Бас-погремушка. Ну, как, впрочем, у всех басистов, да. Что-то особенное лежит в кровати. Ну, что же. Вот и рецепт изготовления хорошего басиста. Вот, Сергей, ты своей девочке не кладешь что-то такое в кровать? Давай, мне, ей подарил на день рождения мой друг барабан. Такой игрушечный. Вот, меня это тревожит уже. Бас-гитаристка, значит. Скорее, певица. После барабана-то? Не, ну, я думаю, мы после вашего совета будем, научим ее играть на скрипке или на флейте. Когда подрастет, вы услышите грубо. На табуретку. На табуретку не ставить. Главное, на табуретку не ставить. А то с музыкой распрощается, станет художником. Не, не, ни в коем случае. Ну, давайте, чего-нибудь уже исполните. Надеюсь, у вас же ешь. У нас много. У вас же большой-большущий репертуар у вас. Да, да, да. Ой. Монтер? Давай. Монтер. Монтер. Если ты не вернешься из города А в город Б по трамвайным путям, свой назначенный срок буду ждать до шестого гудка. Соберусь акваяж и спущусь по трубе, прихватив папиросы огня и шагну за порог сквозь блокадной мголу бытия. По пустым мостовым, по фонарным столбам так легко не прийти никуда. Но я монтер. Не смогу разобраться, куда пори ведут провода. Куда пори ведут провода. Куда пори ведут провода. В белокаменных колетях, холодных дворцов, скрип несмазанных петель дверей. Лабиринт отражений зеркал, сладкий плен тупиков. Вулканический пепел, восточных ковров, в бадуарах гламурных бледей. И щенячий оскал, венциносных придворных зверей. Через ржавую пыль, через груды песка, прорастает трава лебеда. Но я монтер. Я предвижу, из крана прольется живая вода. Из крана прольется живая вода. Лабиринт отражений зверя. Если мне суждено не упасть на краю, мы вдвоем посидим у окна. Безотказной защитой от сна станет стылый сквозняк. Обжигающий чай в торопях до утра, тайна дна, как дешевый пустяк. Ветронум тишины в ожидании первого дня. Втрескать не фонограм, в мутном гуле помех. Хриплый лай заказных засылал, но я монтёр. Я способен наладить в надёжный частотный канал. Свободный частотный канал. Если я не вернусь из города Б в город А по трамвайным путям, В мой назначенный срок подожди до шестого гудка. Собери саквояж и спустись с этажа. Не забудь папиросы огня. И шагни за порог сквозь блокадную мглу бытия. Пусть поможет тебе, кто сидит на трубе и вдыхает волшебный каен. Разжигая костёр в золоте сентября. Он монтёр вкуснее, чем я. Подтер человеческих душ. Живое радио. Парни, а можно немножко об истории вашего объединения? Я так понимаю, что же электрический проект, он без Никиты, да? Почему Никита басист? А, ты басишь. А как вот, Никита вообще, ты же играешь в Понче Панамас, там несколько вообще другая музыка. Ты изначально вот в Понче Панамас и в других проектах играл, потом пришёл в группу Возвращения, либо как-то вот у вас вместе. Да, примерно так и получилось. То есть до того, как прийти в Возвращение, я, наверное, где-то год с лишним, наверное, уже играл в Понче Панамас. Ну, во-первых, там стиль фанк, то, что касается Понче Панамаса, альтернатива, они мне как бы изначально нравятся. А когда, собственно, я познакомился с Сергеем, с ребятами из группы... А как это произошло, извините, пример? Ну, это как в анекдоте. Это длинная история. Но у меня просто есть друг, с которым мы как-то построили студию несколько лет назад. И так получается, что именно с Понче Панамаса, с Возвращениями я познакомился через эту студию. То есть ребята искали басиста, и вот как-то я сначала туда, потом сюда. И вроде бы со всеми как-то мы очень сошлись. Хотя вначале, когда я с Возвращениями познакомился, честно говоря, мне не понравилось вообще, потому что русский рок я не любил с детства. И тут, как бы это все увидев и услышав, я подумал, что, наверное, нет. Но ты не похож на русский рок музыканта, поэтому я и спрашиваю. Ну вот, да. У тебя цветная майка. У меня цветная майка, и, в общем, я пацифист. А почему же все-таки вы стали играть вместе? Ну, возможно... Как ты втянулся вообще в это дело? Да вот как-то подсел, наверное, даже. Можно сказать. Не знаю, привычка. Нет, ну, потом я просто узнал, как бы поближе, там, Сергея как человека, скажем, слушался там в тексты, которые... То есть это не текст сопровождает музыку, а наоборот, то есть музыка сопровождает тексты слова. Ну, здесь, да, музыка как аккомпанемент. Да, 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 именно. Вот, а потом как-то вот буквально в течение нескольких месяцев мы нашли общий язык, и вот эта придумка по поводу акутического проекта, она, наверное, где-то в сентябре только появилась. В принципе, вообще как идея. Вот, и на данный момент готов альбом уже записан. То есть, наверное, это говорит... Ну, скорее, это говорит, наверное, о взаимопонимании, которое... Это говорит о большой по поводу энергетики коллектива, которая вот тебя вот так вот раз и перелопатила. Ну, скорее, перелопатил не коллектив, а как бы наше с Сергеем, вот, как бы непосредственное общение двух людей, наверное. Значит, Сергей обладает каким-то гипнозом, гипнотическим каким-то... Ну, даже скорее не гипнозом, а просто... Просто мне нравится общаться с умными, положительными, знающими, талантливыми людьми. Вот Сергей является одним из них, и поэтому как-то... Никита вторым из них. Мы нашли друг друга. Да, в общем, это очень трогательная история. Это действительно хорошая история, большой пример. История, да, с хорошим концом, в общем-то, даже... Потому что это большая редкость. Большая редкость. Редкость что? Ну, когда музыкант, басист... Когда целых два умных человека. И такие высокие отношения. Да, посидели бы мы с нами на кухне, пацаны, как мне, после записи. А что-нибудь из Беляшихана используется в акустической версии? Какой интейкинг? Кто это такой? Поживой нет. Поживой нет. Ну и слава богу. Давайте тогда что-нибудь исполнить, я потом объясню, кто такой Беляшихан. Старшему лейтенанту Цидилину. Нет, ну, во-первых, еще, да, 26-го числа у нас концерт. В арт-галерее на Крутицах. Вот, всех, кто сможет туда прийти в 8 часов вечера, мы с удовольствием будем ждать. Это будет электричество? Нет, это будет акустика. Как раз вот в таком вот варианте, там такая полуторачасовая будет программа. Еще будет Александр Лугунов, там, в качестве выступающего, один из моих лучших друзей. Вот, как бы мы очень сочетаемся. Поэтому концерт на двоих такой. И кроме того, 14 марта электричество в последних деньгах. А в первых или вторых, поясните, которые на Маяковской находятся последние? Да, да. Это последние деньги два. Реклама нового клуба. Вот оно как. Нам они говорят, что не последние деньги, поэтому я таких подробностей не знаю. Ну вот мы заготовили какую-то выпивку, но как-то даже стыдно об этом говорить, потому что, как говорил герой новоамериканского фильма, эта штука прочищает мозги покруче любой водки. Да, судя по звезде, на этикетке очень так. И я имею в виду музыку. Вот это вот уел. Ну что, Сергей, еще есть порох? Да, в пороховницах. На одну песню, наверное, да? Ну мы вам как раз споем такую одну песню, минуточек на семь. Называется она «Баллада о доблестном конкистадоре Родриго». Посвящается, вот желанно любил говорить, несчастной судьбе русской женщины, а я вот скажу, несчастной судьбе испанской женщины. Вот. Раз, два, три, четыре. Субтитры подогнал «Симон» Над перенеями рассвет разжег костры на склонах горы, Сердце трепетной креолки так стучит, И свадебный кортеж готов Ее нести навстречу выбору судьбы. Избранник юн, он фаворит самой фортуны, Синьор семи вассалов так отчаянно спешит узнать плен сладостных оков, Он горячит коня и ставит на дыбы. Так было год назад, а ныне она вечно занята, И мерный шорох от листов амбарных книг, Строптивость прибывших рабов, Ее война насущный хлеб удел земной. Так было год назад, а ныне только в сердце пустота, И непосилен груз супружеских берег, И опостыли лодчий кров. Прощай, Мерседес, замок родовой твой, Для меня отныне жалкая лачуга. Прощай, Мерседес, Над твоим Плэбло не взовьет целый крест конкистадора. Прощай, Мерседес, Гладь твоей лагуны не украсит гордый профиль карамеллы. Пускай Господь хранит тебя от всяких непредвиденных несчастей. К чему тебе земли чужой призыв? В том голосе скрывается обман. На гибели и несчастье родных Уходит в море новый караван. Не принесет удачи долгий путь. Жесток твой выбор, будущий отец. К чему тебе войны, гнилая суть? Терновый для детей твоих венец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проходит время, или можно так сказать, Проходит жизнь в домашних хлопотах, В событиях, в делах. Мозоли крепнут на руках, А на душе стоит тревожная тоска. Растут наследники, и долг семейный отдан до конца, И счастье выделено всем по полной чаше в теплый дом. Но пролегла одна морщина поперёк крутого лба. Прощай, Мерседес, Замок родовой твой для меня отныне жалкая вачуга. Прощай, Мерседес, Над твоим Буэбло не взовьёт Салый крест конкистадора. Прощай, Мерседес, Гладь твоей вагуной не украсит Гордый профиль и каравеллы. Пускай Господь хранит тебя От всяких непредвиденных несчастий. Но нет ему ответа, лишь поклон. Безмолвный, без следа пустых обид И тяжестью дорических колонн Молчанье на плечах его лежит. И становились дни короче, И шторма звучались чаще, А волос седых всё меньше. Но осил в руках, тем более в ночь, Когда косые волны пыль крошили твёрдый камень. Он ушёл на утвом чёлне, Покорил свой берег дальний. И вздымались бурно гребни Тёмною ордой туземцев. Кнулись весла от усилий, Словно дуги арбалетов. Обжигали кожу брызги, Будто стрелой наверца в город спал. Лишь тень Мерседес Замерла у парапета. Прощай, Родриго, В замке родовом моём, Отныне вечен дух непокорённый. Прощай, Родриго, Над моим Пуэбло гордоре Этого крест конкистодона. Прощай, любимый, В голубой лагуне Вижу белый пар в стройной карамеллы. Пускай Господь Увидит чистоту чужою кровью Рук не обогрённой. Прощай, Родриго, Прощай, Мерседес Прощай, Родриго, Прощай, Мерседес Прощай, Родриго, Прощай, Мерседес Очень интересно было бы посмотреть На какой-нибудь строй шагающий С этой песней. Потому что у нас всё-таки Сегодня смотр строевой песни. Не, ну это, наверное, Песня, скорее, для защитников. Берегите своих женщин, Не доводите их до крайности. Ну, конкистадоры... Военно-морская песня, скорее. Да, кстати, вот та история была На самом деле, Алый крест конкистадора. То есть я сам был некомпетентен В этих вопросах. Попросил своего друга Алексея Клюшникова. И вот в том, что действительно Конкистадоры имели Вопреки общим представлениям Не Кастильский флаг, Там жёлто-голубой, да? А именно белое полотнище И перекрещенные два красных бревна. Вот, поэтому Тут я не соврал. Здесь историческая точность, Она соблюдена в этой вещи. Вот так. Ну, живое радио Стало отличаться просветительским характером. Мало того, что у нас Сефардийская музыка звучала Пару недель назад. Теперь мы всё знаем О конкистадорских флагах. О них никто... Не, о конкистадорских... Они же, наверное, Сефардов-то и попёрли. Бедных. Нет, потом англичане У них этот флаг переняли Со времени. Как ни странно. Не было предложений Каких-нибудь сериалов Каких-нибудь сериалов В качестве саундтреков. Да, просто Марии Это бы изумительно подошло. Нужно снять свой сериал. Да. Сейчас просто модные достало. Сейчас многим коллективам Предлагают участвовать. Это Гурьев писал, по-моему, Если мне не изменяет память В контркультуре, да? Если вы когда-нибудь Слышите от кого-то слова Актуальный мод Бейте ему коротким хуком Угрызло. Вот именно так и было написано В этом журнале, поскольку Надо слышать не то, что актуально И модно, а то, что красиво То, что настоящее И то, что неподдельное Все Как бы Не нужно ни от кого зависеть Зачем? Есть свой вкус Человеку, каждый Своя голова на плечах Но вдруг, наверное, Андрей Вдруг вас коснулась Вот эта вот Птица повседневности А если предложат? Какой-нибудь хороший фильм снимут? Исторический, к примеру? Не, ну почему нет? Хороший фильм Потому что музыка, ну, такая Можно даже фоном прям пускать Под какие-то Не, ну а бы в чем А бы в чем мы не участвуем Если это действительно Если нам понравится идея То, естественно, да, конечно Понятно То есть Тарантино только Не, ну почему Тарантино? Это может быть совершенно неизвестный режиссер Какой-нибудь там Даже выпускник Скорее всего Вот, и ради бога Если это будет какая-то Содержательная картина То почему бы и нет? Один из этих талантливых режиссеров Сейчас держит камеру Около твоего лица, Сергей Он обязательно Придумает какой-нибудь сериал на тему Мы никогда не напрашиваемся Как Кристодоры съели кука Ну что же Наше время истекает Музыкантам еще надо Добраться до дома И ознакомиться с угощением В связи с праздником Поэтому Видимо, эфир надо заканчивать Да В эфире сегодня Были ведущие Старший кином Цедилин Д Ага Я скажу Я Выйти из строя Судя по форме Дезертир Андрей Ле Да, это мой Потому что у него Нитки торчат вместо погон Он попал в плен, может быть? Да, я пленный руман А я Поскольку я в кожаной куртке Наверное, я комиссар, скорее всего, был Какой-то Диджей Лебор Ну, а музыканты Рядовой запас Сергей Кануни Сержантская Вот, и сторонник Движения Гринпис Никита Алеш Не настолько все серьезно? Ну что же До свидания Еще скажу Спасибо нашему интернет-провайдеру Телекоммуникационной компании Intel.com Реклама пошла, реклама А как же Без рекламы Вот, и эфир наш Происходил сегодня Студия Отгарт Она же Студия Живого Радио Продолжение следует...